С вами Новая Англия Джона, с главным участием Джона Трун. Новая Англия. Я прибыл сюда, в историческую землю Новой Англии. Кто-то считает это апгрейдом старой Англии. Но иногда апгрейд это не iPhone, а Windows Vista. Переселенцы покинули свои дома далеко и надолго. Все для того, чтобы преобразить ландшафт этих дивных земель. К тому же здесь все было почти как дома. Правда, домов, дорог и инфраструктуры было поменьше. И медведей, и волков, и копий было намного больше. Но, к счастью, для нас, здесь, в Нью-Гэмпшире, уже таки есть проточная вода. И нью-Гэмпширские женщины, и нью-Гэмпширские мужчины живут здесь в изобилии и мире. Или же, как гласит эта табличка, если ты не живешь свободно, тебя просто угандошат. Так зачем же я прибыл в эти земли, спросите вы? Что ж, я скажу вам. Потому что я бы хотел совершенно освоить колониальные техники этих людей. Делая все так, как первые переселенцы делали это веками назад. Жить напрямую с жира земли. Но, чтобы сделать классический устричный чаудер, нам понадобится пара особенных ингредиентов Новой Англии. Шаг первый. Приготовление. Устрички. Они прямо как маленькие веснушки на лице матушки земли. Чтобы их собрать, вам не надо ничего, кроме вас. Мой маленькой коробочки. Вот эта вот неплохая, кстати. Все в порядке. Я нашел еще одно. Вот так вот. Кормимся с матушки земли, как мама и баба. Вот это прекрасно. Она прекрасно будет смотреться в похлебке. Спасибо. Спасибо, гея. Спасибо, гея. Но как же вы будете есть еду без приправ? Именно поэтому я пришел собрать соли. На местную солевую шахту. Блин, а оказывается, тут нельзя заходить. Они нагрыли тут все своим дурацким презентом. Так что соль не для всех. Я не знал, что нужна переговая служба охраны США, чтобы охранять маленькую соляную шахту. Пиздец, мы ведь не монстры. Мы просто хотим, чтобы наш суп был немножечко солененький. Ублюдки. Это частная собственность? Я не знаю, ведь мы должны жить с земли, как наши предки жили. Земля выглядит немножечко бесхозной. Я не знаю, это пшеница, кукуруза, что это должно вообще быть? Я надеялся, что здесь будет сад полон корнеплодов или грибов. Огурчики, помидорчики. Но если честно, я поймал волну такого вот обломчика. Поэтому я буду действовать как первый переселенцы. Я просто использую то, что есть. И понадеюсь на эти маленькие саженцы. Надеюсь, они помогут мне пережить зиму. Смотри, смотри, кто там, кто там? У тебя есть арбалет? У тебя есть арбалет? Это будет нашим пропитанием. И стой тут. Тихо, тихо. Сукин ты сын. Я в душе неяву, как кормиться с матушкой землю. Это меня начинает позаёбывать. Мне повезло, я наткнулся на след местного древнего Волмарта. Наверное, он принадлежит индейцам Навахо. Наконец-то природа улыбнулась мне и дала немножко своих сокровищ. Морские гады. Странные специи из дивных стран Востока. И великолепная естественная ветчина. Так что пришла пора забрать всё нажитое домой. Вот это навар! Прежде всего, нам надо почистить устрицы. И чистить их надо правильно. Надо достать этих бэтбоев оттуда. Это очень странная устрица, я должен признать. Но работать надо с тем, что дала тебе матушка земля. Иногда на тебя снисходит озарение. Господь может либо дать тебе мяса, либо дать тебе говнище устрицы. Теперь мы закинем этих бэтбоев прямо в кастрюльку. Только посмотрите, какой аромат. Просто прекрасно. Итак, пока кашеварятся устрицы, нам нужно заняться другими нашими ингредиентами. Это просто нечто. Восхитительно! Именно так они делают это в Японии. Щепотка лука! Затем, как я вам сказал, немножечко чериус. Молочко. Правда, оно только для меня. И самое главное. Устричный сок. Да, он существует. За правду. Какой устричный вкус! О, господи, они и вправду это продают. Никогда это не пейте. Он натуральный, но никогда его не пейте. Одна из тех вещей, которую делать не стоит. Перемешаем и оставим потомиться. Вау! Только посмотрите на это. Прямо как у мамы на кухне. Настоящий пир для ваших глаз и животиков. Окей, теперь, когда эта похлебка готова, нам нужно поймать рыбу. Поэтому я отправляюсь в рыбный магазин. В порции Нью-Гэмпшир. Надеюсь, что я смогу найти что-нибудь соответствующее. Вот мы тут, в местном рыбном магазине. Прямо как старые времена. Считаете ли вы себя большим едоком рыбы? Да, считаю. То есть можно вас прям так и называть, да? Какая из этой рыбы лучшая на вкус? А гребешки и креветки очень хороши. Че, бля, такое гребешок? Я вообще не его. Ну, они находятся в раковине, и по сути дела это обычный большой малюс. Да это же устрица, она говорит об обычных устрицах. Какие у вас отношения между вами и поедателями рыбы? А что вот это за рыба? Что это за рыба? Могу я купить этого чувачка? Нет. То есть он не на продажу? Неа. А можете объяснить, почему у вас бананы в разделе рыбы? Ну да, мы предпочитаем, знаете ли, разнообразие. Либералы. Когда вы отрубаете рыбу голову, она обычно мертвая? Да, обычно она уже мертвая, но только если это не краб. Как вы мучаете крабов? Ну, люди любят готовить их дома, поэтому обычно мы отрезаем им лицо, потом клешни и лапки. В общем, вы не хотите, чтобы с вами обращались, как с этими крабами. Ничего, настали ужасные времена для того, чтобы быть крабом, не думайте. Ну, сезон почти закончился. Не, я имею в виду в общем. Бывают ли случаи, когда крабу не надо отрезать его лицо? Если клиент хочет сам это сделать, то... То есть если они хорошо себя ведут? Да не важно, как они себя ведут. Вы, дамочка, просто пиздец, как ненавидите крабов. Да их просто продают. Вы отрубаете им лица. Вы вырываете им конечности. Так что, если вы ищете самую свежую рыбу, заходите к нам в магазин Сандерса. Вы узнали это первыми. Рыбка достигнута. Пока посиди здесь, скоро мы тобой займемся. И мы снова на кухне. Готовим наше основное антре. Готовим наш новоанглийский кламбейк. Хлебный, масляный и прекрасный. Но предупреждаю вас, это очень сложный рецепт. Так что, если с первого раза не получится, не расстраивайтесь. Ладно, ребятки, начинаем. Вау. Прямо как делала мама. Еще до аварии. Ладушки. Давайте пока что поставим это блюдо и окунемся глубоко в местную историю. Ведь истории тут очень много. Ничто так не возбуждает мой аппетит, как тысячи и тысячи британцев, умирающих в неизнужных, бесполезных, эрознях и дрязгах. Это Форт Макклери, городской парк. Он использовался в таком количестве войн, что все уже сбились со счета. Например, во время революции. В войну 812. Гражданская война, Первая мировая и Испанско-американская война, о которой я даже никогда и не слышал. До этого момента. Я думаю, мы победили. К сожалению, в 1808 они понятия не имели, как строить дома. Посмотрите, в смысле, что, блядь, это вообще за хуйня? Здесь даже нет крыши. А здесь, здесь просто земля. Я бы не хотел быть пехотинцем с винтовкой, это полный отстой. Окошко, в принципе, ничего, если ты хочешь нахуй сдохнуть от его открытости. Вперед, вперед, британцы наступают! А мы тоже британцы! Это значит, что мы тоже наступаем! Это 1605-й! Ядерная кнопочка! Засадь, сука! Ещё раз попробуйте суть в Америку, и мы, блядь, разъебем Лондон! Теперь, если позволите, мне тоже надо начать одну войнушку. С тем двойным буррито, что я съел сегодня на завтрак. Победа! Кстати, это один из самых чистых толчков во всём штате. Я отложил говёху сюда. Пожалуйста, закройте, как закончите. Окей! В этом штате они очень любят жаловаться. Лучше бы помыть руки, а то мне скоро готовить. Шаг 3. А куда делался шаг номер 2? Шаг 2. Ешьте. Динь-динь, всё готово! Настоящий кулинарный пир! Ну, налетай, народ! Вообще, смотря на эту еду под этим углом... Всё просто ужасно! Это просто ужасно! Я не понимаю, никто... Вообще никто не будет это жрать! Грёбаные переселенцы бы не стали это жрать, а у них даже нет еды! Я знал, Харбл, использовать больше устричного сока! Я знал! Я нестастик! Итак, в своём отчаянии Джона зазнал, что в этом мире не прощается всего несколько вещей, и, к сожалению, для него плохо приготовленный Чаудор одна из этих вещей. Так Джон вернулся в море, откуда прибыл. Задивайся к нам в следующий раз, и мы исследуем джунгли Борнии, ямы вулкана Везувия, и уничтоженные земли Атлантического города Нью-Джерси. Спасибо за просмотр! Спокойной ночи! В общем, в этом доме, в котором мы сейчас остановились, кажется, его владелицы спитывают какой-то фетиш на мёртвых, покалеченных или раненых птичек. Они абсолютно повсюду. Вот здесь у нас мёртвый фазан. Это стрельба по уткам. Так, я считаю, это за двух. Это две раненые или почти убитые птицы. Здесь, значит, у нас отстрел фазана. Раз, два. А здесь у нас отстрел куропаток. Я насчитал одну, и того у нас уже их шесть. Вот здесь ещё один, он висит вверх ногами. Не знаю, что с ним. Плюс ещё эта скульптура, и того восемь. Девять, десять. Хорошо, сна. Вот тут ещё одна. Одиннадцать. Продающий на побережье Нарвал. Хошелот на пляже. Блядь, что это? Это речной дефирмазонки? Что за хуйня происходит в этом месте? Раненый Бекас и... Умирающий Вальдшнепп! Он не мёртвый, не живой. Он прямо находится между мирами. Этот Вальдшнепп, именно с ним про меня делали мем. Вот тот. Эк! Она мне очень понравилась. Так, я сбился со счёта. Какой счёт? Двенадцать птиц, два кита и один вымирающий вид. Перевел, озвучил Чучубак. Подписывайся на канал, на группу ВКонтакте, чтобы следить за выходом новых видео. И я завёл себе Патреон. Ссылка будет внизу видео. Можешь меня поддержать, но независимо от того, поддержишь ты или нет, я всё равно выпущу видео. Но если ты не поддержишь меня, то... Я найду тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok